Hi guys! Сегодня будет экстренный выпуск, потому что в США действует обстановка чрезвычайной ситуации National Emergency И прямо сейчас я расскажу вам, как в США раздают деньги из-за вируса и что происходит с ценами на бензин Погнали! Весь мир облетело видео, где две женщины дерутся за пачку туалетной бумаги Так эмоционально! В итоге одна отбивает пачку туалетной бумаги, ей там помогает мужчина еще в торговом зале К чему это я? Потому что американцы начали, конечно же, паниковать Пятницу я проводила прямой эфир в Инстаграме Взяла просто на вынос кофе и случайно оказалась в магазине Так я, конечно же, была в шоке, потому что сама не ожидала После недавнего объявления президента о закрытии границ Европы Смотрите, что творится в магазинах Просто все скупают продукты Вот с той стороны тоже На минутку сейчас время только в 8 утра Все, этот день как точка отчета После этого начали делать люди продуктовые запасы И, в общем, всячески ограждать себя, то есть самоизолироваться На территории магазина, как видите, нет тележек от слова вообще И висят куча объявлений Давайте разбираться Это лимиты, которые введены в связи с тем, что люди стали раскупать товары Лимиты на туалетную бумагу Не больше двух упаковок в руки Лимиты на полотенце бумажное Лимиты на хлеб Нет больше двух штук в руки Лимиты на мыло, посмотрите Не больше двух пачек мыла в руки Не больше 50 посетителей до 8 часов утра И дальше 25 посетителей каждые 10 минут Итак, друзья, в магазине Вот это раньше здесь был буфет Буфета уже нет, как вы понимаете Потому что продукты открыты Их, естественно, убрали Готовая еда здесь до сих пор есть Она, в принципе, в упаковках Уууу, друзья, с хлебом вообще все плохо Смотрите Оп, оп Вот, пожалуйста, это хлеб Вот эти лимиты ввели буквально пару дней назад Когда вот этот бедлам был, и люди все скупали Но сейчас, вот видите, хлеба, по крайней мере, не так много Надо какую-то одну пачку выбрать Придется, наверное, вот эту взять Какая ситуация сейчас с продуктами? Многие американцы, конечно же, подались панике И начали забивать просто кладовки свои, там, холодильники Все, что возможно, продуктами Макаронов просто, как вы видите, нету Так, лимиты на мясо, видите, тоже две пачки в руки И здесь у нас тоже, пожалуйста, курочка тоже Не больше двух пачек в руки Грейпфруты, смотрите, раскупили Лимоны, лаймы Короче, все цитрусовые И вот, мне кажется, арбузы с дынями тоже как-то подубавилось Буквально вчера для своего инстаграма я снимала полку сосисками И вот здесь их не было Сегодня, видите, уже все довезли На самом деле, в магазины постоянно идет завоз Вот видите, ребята, вот с тележками работают Довозят продукты И вот все то, что пропадает Стараются восполнять на полке И это моментально появляется Но это не касается, как вы знаете, друзья, чего? Правильно, туалетной бумаги Вот эти все полки, это полки с туалетной бумагой Которые сейчас просто нет Висят лимиты, не больше двух пачек в руки Но туалетную бумагу просто купить невозможно И чуть позже, я, кстати, расскажу вам официальное обоснование Почему люди скупают туалетную бумагу Будет интересно Вчера приходила в магазин и не могла купить яйца Вот сегодня они появились Ура, ура, ура Сейчас придется что-то купить Причем дешевых яиц нету, как вы понимаете Есть какие-то подороже Но здесь уже работает принцип Либо ты покупаешь хотя бы какие-то яйца Либо ты вообще остаешься без яиц Думаю, что я возьму сейчас пару пачек Вот каких-то таких яиц Упаковки, кстати, в американской 12 яиц А не 10, как у нас принято Раз, два Все, две пачки яиц Посмотрим Две пачки на одного посетителя То есть лимит я не превысила Все, покупаю мои яйца Я, если честно, не очень эту панику разделяю И я вот сама не закупала У меня холодильник не забит У меня реально в холодильнике еды там на 5 дней Не знаю, мы же не к войне готовимся В принципе, магазины открыты всегда Единственное, что они сейчас лимитировали время Вот, например, ближайший магазин к моему дому Работают до 8 вечера И то они это сделали для того, чтобы просто после 8 вечера Заниматься раскладкой товара Который просто смели в дневное время Чтобы успевать вот хотя бы там яйца, хлеб, молоко Какие-то товары первой необходимости поставлять Какой ситуация у нас с водой? Здесь маленькие бутылочки 3,29 Есть вода дорогая В принципе, она всегда была Вот эта вот пачка Не, вот такая вот Spring Water Написано 2,99 за эту бутылку Могу сказать, что никто из производителей магазинов Цены вот в этот период Вот этой чрезвычайной ситуации в стране не поднял То есть цены вот на молоко как были 3 доллара Так и остались То же самое на продукты первой необходимости А вот видите, да? Винишко Винишко никому особо не нужно То же самое, кстати, касается водки Полки с водкой тоже стоят Что касается еды Тоже на самом деле Открыли пункты выдачи товаров первой необходимости Это хлеб, молоко Там вообще фрукты, овощи Для тех, кто не успел купить в магазине что-то Или не хватает денег В общем, можно прийти в этот центр И это все дело получить Так, друзья Я купила хлеб, яйца и молоко Практически вот набор, который нужен Мне кажется, любому человеку Мини-малочка, я бы сказала А сейчас чуть позже я вам расскажу Про цены на бензин Как они в Америке меняются каждый день Вы реально удивитесь Кнопки в общественных местах Советуют нажимать вот так И, кстати, если кашляют или чихают Здесь в Америке даже детей учат в школе Чихать не вот так вот Типа в руку А вот так в локоть То есть обязательно Это инструкция не только на период вирусов Или каких-то сезонных заболеваний Ну а в целом Ну-ка признавайтесь Кто знал этот лайфхак И чихал и кашлял в локоть А кто в руки Могу сказать, что каждый день идет Какая-то работа по информированию населения То есть есть звонки на телефон Вот знаете, как у нас с рекламой звонят Вот здесь звонят И рассказывают статус по коронавирусу Сколько заболевших Сколько выздоровевших Дают какую-то подробную информацию об этом Плюс приходят смски на телефон Если говорить про дороги То машин действительно стало меньше Вот сейчас будний день Два часа дня И да, машина дорогах на самом деле Вот прям минимально Многие американцы действительно прислушались К призыву сидеть на карантине дома Добровольно причем, да За это не налагается никакой штраф Как я уже говорила, да Если ты не будешь дома сидеть Все сейчас, конечно же, хотят Чтобы максимально быстро Вот это время прошло Все карантины И, конечно же, страну и город Покинул этот вирус Итак, друзья Вот я на американской заправке Для того, чтобы рассказать вам Прекрасную новость По крайней мере для меня Каждый день в Америке Цены на бензин падают 3,19 за самый недорогой бензин Это 87-й Как вы можете видеть, да Тут несколько видов бензина Октановое число 87-89-91 Но новость о том, что цены на бензин И на топливо в целом по стране снижаются Она просто потрясающая И это, как вы понимаете, друзья Абсолютно не связано с коронавирусом Здесь все напрямую зависит от цен на нефть Потому что цена на нефть падает Соответственно, бензин становится дешевле По-моему, это логично в любой стране мира И в США тому пример Давайте прямо сейчас вам дам фактуру И покажу, как именно падают цены на нефть И, конечно же, цена очень зависит от заправки Вот эта заправка ARK Одна из самых дешевых В среднем в Калифорнии бензин 87-й Неделю назад стоил 3 доллара 43 цента за галлон То есть это получается 0,92 цента за литр Сейчас же цены 3 доллара 32 цента за галлон И это 89 центов за литр В Техасе год назад бензин 87-й Стол 2 доллара 32 цента за галлон Это 62 цента за литр Сегодня цена 1 доллар 94 за галлон И каждый день цена снижается То есть вот, да, вот такая вот динамика Я вам наглядно все показываю Вы можете видеть Гайз, напишите, пожалуйста, в комментах Какая ситуация в ваших странах По бензину сейчас снижаются цены или нет Вообще какая обстановка Сколько стоит бензин Все сидят дома на самокарантине Людям советуют избегать общественных мест Прислали инструкции, что нужно мыть руки Что, в общем, нужно всячески при первых каких-то признаках простуды Обращаться в больницу или в поликлинику И основная задача здесь, для чего вели карантин Для того, чтобы вот не как в Италии, да, количество случаев Вот просто в геометрической прогрессии росло вверх, да, по графику А чтобы выросло и вот задержалось на какой-то, на каком-то срединном показателе И дальше падало Чтобы больницы могли справляться Чтобы врачи могли справляться Потому что самое, как я поняла, да, опасное в этом вирусе В том, что после него наступает пневмония у людей со слабым иммунитетом, да И таким людям требуется интенсивная терапия Интенсивная терапия, в принципе, возможно только в больнице Ну и как вы уже знаете из новостей, закрыто авиасообщение с Европой И школьники тоже сидят дома И многие густоучреждения тоже не работают У меня, видите, в комплексе тоже повесили инструкцию Что нужно сделать на случай вируса Не трогать свои глаза, нос и рот Потому что слизистый И здесь вот висит, что 16-го числа вводится чрезвычайная ситуация Что нужно делать в этом случае Написано, что они будут протирать И реально протирают Тут очень пахнет вот этим, знаете, отбеливателем и хлоркой Для того, чтобы максимально поддерживать чистоту И вирус не распространялся В общественных местах, конечно же, сейчас происходит картина Такая, которую очень долго никто не видел А вот, знаете, как в фильмах про апокалипсис А я пришла в очень популярное место в Лос-Анджелесе Называется The Grove Здесь самые классные магазины Большая улица Всегда здесь много народу Но вот прямо сейчас здесь реально, как из фильма про апокалипсис Потому что здесь буквально пару человек И все магазины, смотрите, вот так закрыты Света нет и висят объявления, да Предосторожности и безопасности Видите, мы с 17 марта не работаем Потому что коронавирус Сами американцы говорят, что давно просто в стране вот такого не случалось Чтобы вводили чрезвычайное положение Смотрите, рестораны тоже все закрыты Кафешки Просто такое ощущение, что город вымер Вот доставщики, видите, в перчатках работают Для соблюдения мер предосторожности А вот здесь, смотрите, написано, что для вашего здоровья и безопасности Hand sanitizer station То есть где-то станция, где можно санитайзер брать и дезинфицировать руки Пойдемте, попробуем его найти Посмотрим, что это из себя представляет Пожалуйста, магазин косметики Sephora Видите, да, внутри свет горит Но тут тоже написано, потому что коронавирус Видите, магазин закрыт В такие моменты, я, знаете, вспоминаю фильм с Уиллом Смитом Я легенда, когда он один с собакой остался в городе Вот примерно такое же ощущение, когда ты видишь вот эти пустынные улицы А я дошла, смотрите, до станции санитайзинга написано Давайте проверим, как это работает О, действительно, гель в такой виде пенки на руки выдавливается Я, кстати, еще видела абсолютно тупые приколы на тему Как получить бесплатный санитайзер? Типа приходишь с баночкой, встаешь около вот этой штуки Проводишь несколько раз и в твою баночку, значит, санитайзер накапливается Я считаю, что, конечно же, это аморально И надеюсь, что это все-таки прикол, и люди реально так не делают Один из главных брендов американских Apple, и, как видите, Apple Store, в котором всегда очень много людей Тоже закрыт, смотрите, до 27 марта, как минимум, они пишут А тогда все закрыто Напомню вам, что вот здесь вот обычно стоят очереди Люди на улицах стоят Внутри всегда очень много людей, консультантов Но да, сейчас вот все, все закрыто И, как видите, людей там нет Ну, американцы сейчас не унывают Каждый пытается найти плюсы в карантине Кто-то говорит, что это прекрасное время там отоспаться Посидеть дома Кто-то говорит, что можно провести время с детьми Потому что у детей сейчас тоже, да, две недели карантина Дети у всех находятся дома Им раздали домашнее задание Все занимаются онлайн, но все равно Как-то нужно проводить время Короче, всячески пытаются найти плюсы в этой ситуации Здесь на помощь приходят всякие онлайн-ресурсы В том числе Netflix, например, они 30 дней сейчас сделали подписку Бесплатную, ты можешь подписаться, смотреть 30 дней там фильмы, сериалы у них, пожалуйста Многие провайдеры и телекоммуникационные компании Ввели 60 дней ты можешь просрочить платеж, если он у тебя был Для того, чтобы связь не отключалась Потому что есть специальный закон по обеспечению связи населения И если вдруг в период чрезвычайной ситуации Какой-то провайдер там отключит тебя за неуплату Реально с ним можно потом посудиться Зайдем с вами в американскую аптеку Как видите, при входе, видите, стоит протиралочка Для тележек, если хотите, можно использовать для рук Давайте посмотрим, что есть в наличии На этой полке были санитайзеры и спирт Давайте покажу вам, сколько стоили Вот спирт, например, стоил 2,89 Я, кстати, успела купить две упаковочки И залила просто в тюбики и брызгаем руки Это полочка с витаминами Как видите, витамин С раскупили Стоят вот, хотя нет, одна баночка осталась Вот они, жевательные витаминки С, 15,49, а вся остальная полка абсолютно пуста Ну и еще, конечно же, раскупили средства для снятия температуры В том числе, видите, несколько пачек буквально осталось Столианол, это наш протестамол Вот они, фивор тоже для снятия температуры Потому что врачи рекомендуют принимать протестамол в случае лихорадки Видите, да, люди в аптеке есть И фармацевты тоже работают Вот там это выдают, соответственно, лекарства по рецептам Как вы понимаете, за мной вот здесь справа Это полки с туалетной бумагой и салфетками Которые тоже продаются в американской аптеке Вот здесь, смотрите, завалялись всего лишь вот Две упаковочки салфеток таких хозяйственных Те, кто не успел купить антисептические салфетки Скупили просто все детские На что мамашки американские жалуются Что, ребят, зачем вы скупили детские салфетки Детей нечем вытирать И это никак не защищает от вируса Но людям все равно, короче, вот видите Полки с детскими салфетками тоже пустые При выходе из аптеки на кассе специальный человек проверяет Зал это не больше двух пачек туалетной бумаги Либо салфеток Но я также не превысил там, если бы появились санитайзеры тоже Чтобы ты не сгреб всю полку, а покупал по одному-два Кстати, по поводу санитайзеров В Америке недавно был случай, когда два сообразительных брата Из штата Кентукки раскупили санитайзеры В ближайших интернет-магазинах И в офлайнах, в обычных магазинах, в аптеках Короче, они это все дело загрузили в гараж И у них получилось 17700 бутылок санитайзерами Дальше они зарегистрировали аккаунт на Амазоне И стали продавать эти санитайзеры Вместо там себестоимости 6 долларов Оставляли по 70 Ребята успели продать всего 300 упаковых санитайзеров После чего Амазон их просто схлопнул Заблокировал их аккаунт за то, что они вот таким образом паразитируют Перепродают товары первой необходимости Поэтому за продажу санитайзеров Туалетной бумаги, вот всяких дезинфицирующих салфеток И средств будут привлекать к ответственности Ну а у ребят осталось в гараже 17400 санитайзеров Молодцы, че, теперь им на всю жизнь хватит Будут чистенькие ходить И сейчас будет логичный вопрос Что же будет? Американцы сидят на карантине Никто не работает Как тогда за счета платить вообще? Что происходит в финансовой части? Так вот, главная новость Вторника, 17 марта Министр финансов Стив Нучин Вместе с президентом страны Заявили, что в скором времени Буквально в течение двух недель Каждому американцу начнут раздачу 1000 долларов Американцу, который имеет вид на жительство Либо гражданство И 500 долларов на ребенка Для того, чтобы люди могли оплатить свои счета Поэтому, ребят, если вы хотите проследить Вообще, как это работает в Америке Как будет происходить выплаты Я лично буду это все дело снимать Так что прямо сейчас подпишитесь, пожалуйста, на канал И поставьте колокольчик Они говорят, что в течение двух недель Можно будет обратиться за выдачей денег Более того, на время, вот пока происходит вирус Введены налоговые каникулы Для тех людей, кто платит налоги ежеквартально Здесь государство идет навстречу людям И вот, пожалуйста, такие меры подпринимаются Пойдем с вами, друзья, посмотрим, какая ситуация в Макдональдсе Кто-то говорил, что так работает МакАвто Но вот смотрите Take out only service Короче, здесь только на вынос, получается, еду не продают Нельзя в зале сидеть Давайте посмотрим Да, действительно, смотрите Все перекрыто Take out only service Короче, можно только заказать В аппаратике И получить Вот, капучино, пожалуйста Можно мне капучино О, какой прекрасный Смотрите, маленький Давайте только попробуем При мне вот постоянно ходит чувак Видите, бесконечно все протирает санитайзером Все кнопочки Входную дверь периодически открывает Но вообще в Макдаке пахнет прям вот хлоркой Никогда так в Макдональдсе не пахло Обычно бургерами картошечка аппетитна Короче, друзья, я забрала свой заказ Вот он А в некоторых даже закрытый зал И работает только МакАвто Ну, вот, по крайней мере, как вы видели Здесь МакАвто не работает Здесь его просто нету Поэтому они просто на вынос выдают В таких вот пакетиках Прямо сейчас я вам расскажу про туалетную бумагу В чем фишка? Почему люди ее скупают? На самом деле, я тоже задавалась этим вопросом Но ответ оказался простым Большинство туалетной бумаги производят где? В Китае Так вот, из-за того, что в Китае вирус Тоже многие производства встали И поставки туалетной бумаги идут очень медленно Именно поэтому люди испугались Что очень долго не будет туалетной бумаги И, короче, начали ее скупать А прямо здесь и сейчас вы знаете Кто разделил со мной выигрыш 25 долларов после стирания лотереи С прошлого ролика Поздравляю победителя Не забудьте поставить лайк этому видео Если хотите оставаться в курсе Подпишитесь на канал А также, друзья, скоро грядет событие Знаете, какое? Так 250 тысяч подписчиков на канале И ровно на 250 тысяч я обещала разыграть айфон Который я куплю здесь И отправлю победителю в любую точку мира Но вам, ребята, я желаю оставаться здоровыми Быть на чеку И увидимся с вами в новых видео Bye, guys! В магазинах закончился витамин С Но, пожалуйста, вот он Прям с деревьев падает Висит с деревьев падает Живой витамин С Налетай, не скупись